Письмо от ветерана войны из Манитогорска Виктора Ивановича Никитина пришло в курпунт Челябинского телевидения как нельзя кстати, накануне 9 мая, когда страна собиралась пышно праздновать 50-летие со дня Великой Победы. Ветеран жаловался, что отбирают у него дом, а взамен предлагают квартиру, где он, животновод со стажем, заниматься любимым делом не сможет. В прошлом году у нас все было, помидоры, огурцы, а в этом году опять он пришел, не он сам конечно прислал, в этом году не сажайте, буду расширять свою территорию. Я думаю мы договоримся. Не знаю, значит что, когда у нас от дома отбирал, в то время он сказал, я вам дам двухкомнатную комнату, квартиру, и я говорю на квартиру, я не пойду, я говорю, дайте вот такой домик, как у меня, не меня, двухэтажный котель же ваша не надо, вот такой-то, чтобы мне уже 80 лет скоро будет, мне особо была вода, газ, как вот здесь, в настоящее время. Сколько виктории было много, в лук посаженный, чеснок, все, все, бульдозер просто подошел, трысь, 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 трысь. Мастер это, Сережа было, он сейчас тоже работает, говорит, бабушка уходи домой, а то у тебя разрыв сердца получится. Вишню привезу, огурцы, помидоры, яблоки, все сказал, привезу. И придете, придете ко мне, я вам ничего не скажу, все вам буду помогать, все буду тут делать, только отдайте мне огород. А сейчас к нему пойдешь, секретаршу, говорит, видишь, два метра в ее огорода отобрали, она здесь лазит без конца. Услышав такое, мы тут же отправились в руководство Магнитогорского мелькомбината. Благо он находится рядом. И здесь нас ждала удача. Директор предприятия Павел Александрович Журабский согласился не просто нас выслушать, а отправился вместе с нами к обиженному ветерану. Согласно решению еще правительства Союза, мы в 90-м году начали строительство нового комбикормного завода на территории поселка Горно-Рудно. По строительству выделена территория 26 земельных участков, на которых расположены жилые дома. И они подлежат под снос. Может быть, вопрос может приходить в индивидуальном порядке, учитывая, что человек имеет три ордена боевую славу? Я думаю, что мы тогда этот вопрос попробуем рассмотреть вместе с администрацией. Если администрация пойдет нам навстречу в каких-то делах, то, значит, мы с ними решим. Удовлетворенные вполне достигнутым соглашением, но в глубине души, еще не веря до конца в благоприятный исход дела для обеих сторон, мы отправились в Ногайбахский район, село Фершан-Пенуаз. И там, на одной из главных улиц райцентра, по словам Виктора Ивановича Никитина, стоит дом его отца, который был отобран властями еще до войны. Этот дом мы нашли быстро, и не только потому, что сейчас в нем располагается районный краеведческий музей. Помогал нам в поисках Валерий Алексеевич Маметьев, который не возражал против того, чтобы ситуацию объяснить. У нас многие уже обращаются по аналогичным вопросам. Мы в комиссии рассматриваем их, даем ответы. На сегодня пока у нас обратившихся более ста человек. А помогли скольким? Значит, помогли более 12 человек, получили компенсацию за репрессированное имущество. А дома никому не возвращали? Дома пока никому не возвращали, потому что пока нет возможностей и нет таких строений, которые бы они сегодня не были заняты. Район вложил немало средств в это здание. Здесь организован историко-краеведческий музей. Поэтому на сегодня возможности возврата этого здания мы не имеем. Ну а владельцу мы сможем компенсировать те денежные средства, которые положены по закону. А что для этого нужно сделать? Значит, ему нужно будет подъехать к нам в комиссию. Мы расскажем, какие документы нужно представить. Мы вернулись в ветеранский дом в тот же день. Не только для того, чтобы сообщить Виктору Ивановичу о решении районных властей. Как-то в спешке, в разговорах о делах мы забыли об офицере советской армии Викторе Ивановиче Никитине, которому посчастливилось остаться в живых после одной из самых кровопролитных операций, прошедшей войны, форсировании Днепра. Нам присвоили младший лейтенант, кубики, и на фронт я сразу под Москвой попал. И Кулакский сын сгодился, да? По-видимому, Кулакский сын сгодился. Конечно, не надо было, конечно. Я действительно образаю малые имя, но все равно стараться. Я очень сприветливый такой дисциплина. Еще час и даже водкой, час, водка не пью. И курить не курю, понимаешь? На фронтовые 100 грамм-то? Фронтовые 100 грамм. В то время молодости. Ну да. Молодость бывала. Но все равно там... А где закончили войну? Под Берлином. До 15 мая мы еще держали в оборону. Окружили под Берлином. Она для меня, это для фронта делала мина. А я как раз был минометчиком. Понятно. С этими восьми... Мину, да? Мину делала. А потом, после работы своей, еще делали для Катюши. Вот такие большие снаряды делали. Женскими руками? Да, своими руками. Вот видите, какие они у меня больные сейчас. А куда не пойду, и ничего мне нигде не поможет. Нам очень хотелось помочь этому человеку, жизнь которого впитала в себя самые тяжкие страницы истории Отечества. Но мы трезво оценивали свои возможности и держали этот материал с лета, полагаясь на слово директора мелькомбината Павла Александровича Журавского. И слово свое он сдержал. Перед вами новый дом Виктора Ивановича. Откуда уже никто его не выгонит? Мы едва узнали в этом мужичке с бородой Никитина. Бурной радости по поводу переезда он не проявлял. Заботы по обустройству нового хозяйства одолели. Но все равно мы уезжали от него январским днем с легким сердцем. Продолжение следует...